Здравствуй, дорогая. Сегодня наша вторая встреча, которую мы проводим по многочисленным просьбам наших читателей, нашего издания, нашего интернет-издания Вива Рафаэль, поскольку количество вопросов, которые мы получили после нашей встречи, ну, наверное, зашкалит. Не только вопросов, наверное, еще и комментариев. Другиментарий, само собой, но в основном, конечно, мы встретились по поводу тех вопросов, которые мы получили. Мы попытались... Ты много испытала положительных эмоций от того, что тебе писали после этого? Безусловно. Это было крайне интересно. Мы проанализировали, попытались их систематизировать, чтобы как-то объединить, потому что на все мы в пределах даже достаточно большого времени ответить не сможем. То есть ты провела еще интеллектуальную работу? Да, безусловно. Поэтому вот я хочу предложить твоему вниманию серию вопросов, на которые мы бы хотели получить ответы по просьбам читателей. И я думаю, что наша встреча... А здесь читатели трудящие, если бы? Ну, это сказать трудно. Надо выяснить. Итак, все вопросы мы разделили на несколько тем. Здесь не столько сегодня про политику, поскольку мы живем в ней, и встреча с тобой это истинное удовольствие для огромного количества... Поэтому... Хорошо, говори. Давай начнем с искусства. Пожалуйста. Ты же любишь искусство? Очень. Поэзию? Ты знаешь, что? Поэзия деградирует вместе с крестьянством. Вот такая сейчас ситуация. Ну, давай по вопросам пойдем. Так, хорошо. Тогда для начала, для разминки, исторические темы. Тема истории. Как ты относишься к планам наших законодателей запретить говорить плохо об истории СССР и России? Вот такой немножко провокационный вопрос для начала. Ну, во-первых, это свидетельствует о том, что они читали Конституцию. Конституция – это основной закон нашей страны, а в Конституции прописано то, что никакой цензуры быть не может. Это наказуемо. Но поскольку для них Конституция – это очевидно, в последние годы уже стало очевидно, это их главный враг, вообще цивилизация – это их главный враг, поэтому они хотят ввести вот эти новые, так сказать, закончики. Понимаешь, они дико, страшно боятся правды. Правды о прошлом. Почему? Потому что то, что сейчас происходит, это во многом повторение страшного прошлого. И чтобы у людей не было, так сказать, элементарного соотношения, чтобы они не видели, не сравнивали, ничего не понимали, да, надо запретить правду о прошлом. То есть они, правда, это их главный враг. То есть, если хочешь… Пардон, перебью. Понимаешь, самая страшная трагедия нашей страны, что не был проведен судебный процесс над преступлениями советской власти, и поэтому… Но процесс над КПСС ничем не кончился практически. Ничем не кончился, да. Не была запрещена коммунистическая партия, идеология эта страшная, это не было запрещено. И в итоге мы получили, получаем постепенную реставрацию тоталитаризма, а тоталитаризм не хочет правды о своем прошлом, да, потому что ведь люди могут сравнить, да, чем закончился тот путь, и сейчас мы опять на него возвращаемся, и куда опять он ведет, к чему? Каким жертвам, потрясениям, опять к какому развалу и разрухе, да. Поэтому вот они сейчас будут пытаться, но это безмысленно, понимаешь, невозможно сопротивляться законами природы, а законы природы – это сегодня законы технического прогресса. Все равно интернет, как бы вы его не запрещали, вот сейчас Google будет запускать за большие миллиарды спутники вокруг всего мира, да, покроет всю площадку, все равно информация будет просачиваться. Все равно информацию до людей донесут, а информация – это самое страшное для тоталитарного режима, самое страшное. Потом за эти годы, вот пока они немножко, так сказать, в связи с тем, что провалилась экономика, они выпустили власть из рук, и за эти годы все же, в общем, издано, да, хотя осталось много секретных архивов по войне, по Сталину, но все издано и о преступлениях Сталина, и по Второй мировой войне, что происходило на самом деле, да. Эти работы уже есть в интернете, один, как это сейчас говорят, клик мышкой, и все известно. Поэтому это сопротивление такого монстра, издыхающего, даже, я бы сказал, подохший монстр, у которого еще последние щупальцы, знаешь, вот он уже мертвый, последние щупальцы оживают, и она еще кого-то может кроваво придавить, но уже не, так сказать, не в том масштабе эффекте и совершенно бессмысленно. То есть все жертвы… То есть, ты хочешь сказать, что Министерство правды по Оруэлу работает… По Оруэлу, мы живем сейчас по Оруэлу. Все, что сейчас происходит, это такая, это очень плохо, это кроваво, но это пародия, все равно это пародия. И ты знаешь, вот есть такая картина у Сальвадора Дали, «Сон», называется «Сон», причем, если я не ошибаюсь, она из цикла «Паранойя и война», такой у нее издивный цикл, вот как раз сейчас «Паранойя и война» и то, что сейчас происходит, и что изображено на этой картине? Огромная расплывающаяся масса в виде головы, ее поддерживает множество-множество, значит, таких рагулек, подставок, понимаешь? То есть, это все на костылях, это монстр на костылях. Вот сегодня то, что мы видим, это монстр на костылях. Он еще гадкий, он еще страшный, он еще может, так сказать, заплевать окружающихся соседей. Он уже не может, допустим, там устроить то, что раньше, но плюнуть всем на пиджаки он может точно, этот монстр. И он пытается делать. То есть, вот, обратите внимание, Сальвадор Дали, картина «Сон», и все на вот этих вот рагулеках, все на медицинских каких-то приспособлениях. Понятно, поэтому история используется как банальный инструмент. А как ты относишься к историкам, которые старательно выполняют это поручение? Ну, как я отношусь к проституткам? Ну, к проституткам я отношусь гораздо лучше, потому что все-таки они, как бы официально, женщины, иногда мужчины, трудятся. А эти же изображают из себя борцов за всякие хорошие мысли, идеи, некоторые называются патриотами, путая родину и начальство. Хотя, честно сказать, в этом процессе, к счастью, не так много принимают участие историки. Мои коллеги-политологи гораздо более активны. Ну, скорее, я бы сказал, пассивны. Ну, это вопрос. Они пассивны, но очень громко кричат о том, что получают удовольствие от власти. Им такая позиция нравится. Дело вкуса. Хотя историки нет, к сожалению, многие историки быстро под клиента легли, и очень стыдно. Хорошо, я бы задала тебе вопрос с точности наоборот. А как ты относишься к оппозиции? Например, оппозиция у нас, она очень случайная. Вот очень случайные люди. Не потому, что они принципиально изначально так думали или отстаивали какие-то, так сказать, идеалы или идеи, или даже выгоды. Нет, все они так или иначе случайно попали. Их даже не то, что они попали, их туда толкнули. Или они оказались на обочине политического процесса. Или они были сначала с режимом, потом их просто элементарно выкинули, и они стали вдруг невероятной оппозицией. Ну, обидно же. Либо они были хорошими, но наивные. Ну, посмотри, Немцов. Еще недавно, там, какой-то третий-четвертый год, он поддерживал Путина. А Рыжков вообще ходил до последнего договариваться, мечтая, значит, пребывая в каких-то... В премьерах. Да. В невероятных мечтах. Такая дюймовочка. Кох где-то хотел Крым вернуть несколько лет назад. Причем серьезно, там не просто Крым, а еще что-нибудь. А сейчас такие талантливые пишут вещи из Германии. Талантливые же пишут, талантливые пишут. А если брать то, что я говорил, политологов там всяких, так называемых, типа Павловского, ну, если от его услуг отказались, он обиделся. Он стал не нужен. Он иногда стал даже писать правду. Он стал не нужен. Ну, так сказать, да. А это или еще есть такой жирненький, я не помню, как его называются, ну, такой прям совсем сочится жир, авантюрист, который сначала придумал обоснование посадки, такое идейное обоснование посадки Ходорковского, а потом к нему ездил, не знаю, что то ли денег просить, то ли чего. Это все люди случайные. Нет, я не думал, что мирится. Вот. Навальный, очень перспективный, замечательный парень, но сначала был в партии, вот этой импотентской партии, ну, как это, яблочко. Потом ходил русскими маршами. Милая, это очень, там все замечательно. Помнишь, с Лимоновым, да? Я не помню, с кем ходил. Мало интересно, помнишь, русский марш, звучит как, эффектно звучит. Потом, значит, его как-то взяла под крыло Альбац, и он сразу из русских маршей, значит, вот с этой замечательной Евгения Альбац теперь в идейных соприкосновениях. Поэтому это все замечательные ребятки, но вот их биография такова, как я сказал. И никто из них и никто из других не верил мне, когда я еще в 2003 году, в декабре, я публиковал статью в коммерсанте власти на сайте «Москва. Третий рейх». Максим, значит, редактор, главный редактор коммерсантов власти посмотрел, так, все хорошо пошло, пока никого не посадили. Он говорит, ну, хорошо, давай это напечатаем. И в январском номере 2004 года опубликовали. Была бомба, все это на всех каналах обсуждали, но обсуждали как некую не футурологию и не объективную реальность, а некую фантасмагорию. И потом с каждым годом мне звонили люди, политики, политологи, редакторы, и говорили, ну как ты, ну вот, ну как, ну из чего, ну ведь так же все было, ну просто вот и рыба была в реке, понимаешь, и все, как-то, и так далее. То же самое, некоторые мои знакомые, которых ты очень критикуешь всегда в личной беседе, не буду называть имя вот этого товарища ленинградского, сначала был колоссальный поклонник церкви, потом, значит, устроил, придумал все эти нынешние наши и так далее, и так далее. Теперь блестящие статьи пишут либеральные. То есть это все очень талантливые люди, но их биография показывает, в общем, что они в оппозиции все случайны, очень случайны. И в этом трагедия, конечно, Россия. Хорошо. Если мы говорим о том, что даже в оппозиции у нас нет реальных лидеров, нет политической силы, которая реально могла бы что-то совершить или на что-то претендовать, тогда возникает вопрос, а какой выход? Как ты относишься к тому, что, быть может, стоит вернуть какую-то легитимность власти через возрождение монархии? Ну, например. Ну, ребятки, монархия, монархия сама по себе, это... Не пуха. Нет, нет, монархия сама по себе, вот исторически, да, это пример самого нелегитимного, чего только можешь себе представить. Вот просто самого нелегитимного в истории. И это, более того, это такое долгое профессиональное мошенничество. Объясню почему. Ну, во-первых, я напомню, что мы говорим вот века, древность, традиции, ля-ля-ля и так далее. Но ведь что такое та же монархия? Это где-нибудь от пяти до десяти максимум жизней того же Зельдина. Ну, они все длились пятьсот, тысячу лет максимум. Тысячу лет ни одна монархия не длилась. Ну, ни одна, просто. То есть это временно, вот вид наш хомоп, приматы, они на пути своего эволюционного становления, развития социально-политического, они прошли эту стадию монархии. Она была основана только на одном мошенничестве. Это на неком помазании некого сверхъестественного существа. В каждой стране оно разное. Так называемый бог, да? Потом очень быстро люди вменяемые выяснили, что, в общем, это ни на чем не основано. И это шарлатанство было разоблачено. То есть они же изначально, все монархи, вышли из двух вещей. Либо это жрецы, которые, значит, запугали народ, что вот мы будем грозу насылать или не насылать. Либо это военные, военные, так сказать, которые выделились из общины, которые взяли на себя либо жреческие функции, либо уже на новом этапе приняли, взяли себе монотеизм, Библию и вот эту дивную идею «один бог там, один царь здесь». Но царь-то здесь не один, а их в каждой стране много, но по глупости и невежеству тогда людишки, вот живущие там тысячу, полторы тысячи лет назад, не знали, что вокруг-то много стран, и в каждой стране каждый монарх говорит, что вот он и есть ставленник этого, значит, там, существа верховного. И с каждой страны молились и шли на войну друг на друга и говорили «с нами Бог», нет, «с нами Бог». И сейчас тоже, кстати, в Киеве и в Москве награждают, и там, и там попы награждают, и там Бог, и там Бог. «С нами Бог». То есть, а когда я со стороны смотрю, я понял, что кто-то из них явно. Хорошо, но мы… Так вот, подожди, смысл в том, что это самая нелегативная штука. И когда, начиная с эпохи Возрождения, когда ученых жгли-жгли, но постепенно кто-то что-то догадывался, и с каждым новым веком по две странички правды в науке, объективно, научная реальность входила в жизнь. И понимали, что этого нет, эти какие-то просто странные ребята, которые в странных тряпках ходят и называют себя хозяевами положения. Только на основании того, что какой-то другой странный парень в тряпках на них накодил, помазал, какие-то странные фразы непонятные произнес и так далее. Ведь, обратите внимание, те же короли Франции при вступлении в свою должность, при коронации, они что делали? Излечивали золотушных больных. И стоял какой-нибудь импотент, значит, Людовик XVI, который, ты знаешь, он сначала не мог долго ничего сделать с Марией Антонеттой, вся Европа мучилась, как помочь человеку, потом что-то вроде то ли подрезали, то ли еще, то ли наоборот что-то нашли другое. И вот это вот жирное существо, которое вообще ничего не могло, ему говорили, вот сюда станешь, там помажешь, и народ поймет, что ты излечил по традиции золотушного больного. А все смеялись над этим. Когда тот же Николай II, вот этот, так сказать, наиглупейший, наибездарнейший монарх, написал в перепись населения, он не знал, как себя обозначить, он написал «хозяин земли русской». А кто он такой? Вот какое-то непонятное существо, значит, будет называть себя хозяином громадной территории земли государства, где живут миллионы людей, гениальные ученые, артисты, поэты. То есть это просто бред, ни на чем не основанный. И уже люди над этим смеялись, и уже все понимали, и семьи их понимали многие. И это не могло хорошо все закончиться, понимаешь? То есть когда они были разоблачены, вот эти все, так сказать, правители, монархи, которые основывались только на помазании, надо было уходить. А они не ушли, потому что они, во-первых, они не имели настолько интеллекта, чтобы понять, что надо уходить. Поэтому одного на гильотине и второго тоже. Потому что они не поняли, что их разоблачили. Они не поняли этого. И надо было по-хорошему самостоятельно уйти. Потому что никакая может быть легитимность, если все это на основанное – это кровь, это захват территории, это обман населения и так далее, и так далее. А уж если говорить, сколько дворцовых переворотов. Ну какая может быть легитимность, если те же Романовы весь XVIII век, до Гольштейна-Готорпских, после Гольштейна-Готорпских – это сплошная нелегитимность. Все друг друга убивали. Екатерина II вообще никакое отношение, никаких прав не имела. Абсолютно. Она почему боялась своего сына? Потому что она понимала, что у нее нет прав на престол. То же самое, как и королева так называемой девственницы, которая не знала, от кого всегда была беременна. Это Елизавета, да, английская, называли девственницей, потому что она не могла официально забеременеть, потому что тогда нужно было срочно отдавать трон тому, кому она уже забеременела. То есть это абсолютно бредовая ситуация, тупиковая. И люди очень быстро от нее отошли. Хорошо, я все это понимаю, но все-таки в истории XX века были положительные примеры. Когда абсолютно легитимно вернулся на престол король Испании, именно он был инициатором грандиозных демократических преобразований. Но никак не премьер Суарес. Нет, он, смотри, он был символом, понимаешь? Но и он инициатором очень многое. Это роль личности в истории, во-первых. Во-вторых, ему уже подготовили, принесли на блюдечки. Так, мы тебя назначим временно исполняющим обязанности хорошего парня. Он это сыграл. Сейчас король и королевы в Испании, как ты понимаешь, ничего не значат. Ну там какой-то был скандал, в коррупции обвинили членов. Ну это был один из моментов, в связи с чем он передал власть сыну. Потому что не власть, а номинальную. Там власти, кроме как у леваков, ни у кого, к сожалению, сейчас нет. Хорошо. Закончим с этой проблемой монархии, истории. И перейдем вот к такому вопросу. У нас есть и ряд каверзных вопросов. Одна из твоих поклонниц пишет. Уважаемый Евгений Николаевич, вот вы военный историк, а сами в отечественной армии службу отбывают? Цитирую дословно. Орутюнова, ты недружественно настроена, я чувствую. Ты понимаешь, мне нельзя давать оружие. Потому что как только мне в армии в отечественной бы дали оружие, я бы моментально его повернул против врагов России. Но не тех врагов, которых нам называют пропагандисты, а настоящих врагов России. Поэтому мне нельзя давать оружие. Хотя тебе бы пошла офицерская форма. Ну так, минуточку. В отличие от многих моих знакомых, которые были в армии, меня в офицерской форме видела почти вся страна. Во всяком случае, большие миллионы населения, которые смотрят телевизор. Но тем не менее, там форма была врага. Да, минуточку. Ты сказал просто про то, что у меня пошла бы офицерская форма. Что именно она и была. Да, и меня все мне видели. Крайф. Изучение, наслаждение миром, работу на этот мир, созидание. Из-за чего? Из-за шубохранилища. Из-за того, чтобы чинуши имели виллы в так называемых вражьих странах. Вот из-за кого? Из-за чего? Объясни, пожалуйста. Из-за кого ты должен осуществлять этот кошмар? А помнишь, как я книгу писал в 2004 по 2012 году, да? В 2003 или нет, в начале 2004 повезли призывников куда-то на Дальний Восток, и они замерзли в холодном вагоне. Просто умерли без всяких военных действий. Понимаешь? Вот из-за чего погибать? Просто я тебе расскажу. Обычно как это происходит? Вот такие споры тоже меня спрашивают иногда. И мне говорят, ну как вот? У меня один вопрос. Почему вы хотите, чтобы я умер за всю гадость? Они говорят, ну как? Ну вот, ну как? Я говорю, а аргументы какие? Кроме вот этого раздувания щек, ноздри, аргументы. Ну вот это же вот, вот, вот. Не могут сформулировать. Потом говорят, ну все же, все же умирали за это. Я говорю, минуточку, но это странный аргумент. Если все за это умирали, почему? Вот за крепостное право, за уголовника Кобу. Это духовная скрепа. За какого-нибудь немца, Алексашку Первого или кого, который свистел во время доклада в кабинете, а кто-то умирал, он посылал, там, зависть Наполеона на смерть, да? Или Николай хотел отвлечь людей от проблем в стране внутренних, решил устроить маленькую победоносную войну в Японии, которая, естественно, закончилась большим поражением, да? То есть вот ради кого? Или нужно прикрыть виллы чиновников в Майами, отвлечь опять население, устроить опять маленькую, опять столь же победоносную войну. То есть вот ради чего? Это же все и крепостное право, и сталинские лагеря, это же все, в общем, гадость. Это чего? И как вы ради гадости не хотите отдать свою жизнь? Я говорю, нет. Не хочу. Ну, не хочу, понимаешь? И дальше у них замечательный... Профессор, вы не любите пролетариата? Нет, не люблю. И дальше у них замечательный довод последний. Последний, вот просто столь же весомый, столь же интеллектуальный, столь же честный, столь же вменяемый довод. Деды! Умирали. Ну, прежде всего, я должен биографически сказать, ну, у меня вот дед прошел до Берлина, дошел до Берлина, да, 93 года. Ну, он, значит, жив и читает Жюль Верна до сих пор, и чтобы выполнить этот тезис, правоту тезиса, мне нужно как минимум его убить. Затем мне для выполнения правоты тезиса нужно убить еще оставшихся. Но даже если не придираться к филологии, то деды умирали ведь и в армии Власова. Деды умирали и в армии Вермахта. Причем в армии Вермахта, в отличие от дедов, где ведь советская армия, допустим, в Красной, в начале войны, там же полтора миллиона было пленных. То есть, представляешь, как люди хотели сражаться с большой радостью за эту власть. И 2 миллиона 700 уклонистов. Ты можешь представить вообще степень патриотического подъема? Деды умирали со всех сторон. И так получается, что можно сказать сейчас в Германии, ну как, деды умирали за Гитлера, умри за Гитлера. Дальше. А почему деды? Почему мы уважаем деда, почему не уважаем прадеда? Женя, на секунду, на одну секунду. На одну секунду. Мне очень понравилось то, что ты подчеркиваешь, умирали. Мы очень любим жертвы в нашей истории. Это то, на чем мы выстраиваем свое отношение к государству, к России. Мы постоянно культивируем идею жертвенности и смерти. Ни науки, ни искусства, ничего. Главный праздник, это не день рождения Пушкина, это не открытие таблицы Менделеева, ничего подобного. Смотри, ни одного государственного праздника, связанного с открытием чего-то такого в науке, или, допустим, так, вот первый тираж романа какого-то, никогда. Обязательно что-то военное. Причем военное, там, где мы сначала, допустим, подписали какой-нибудь пакт Риббентропа-Молотова, оккупировали Польшу, провели парад совместный с Вермахтом в Ресте, потом, значит, вот что-то такого. Потеряли кучу народу? Ну, куча – это не то слово. Вот, и больше, чем враг, естественно. Причем, чем больше потеряли, тем радостнее. Да, да, да. И теперь эти люди, которые не имеют никакого отношения к тем событиям, просто физически, по возрасту никакого, стоят, празднуют, пилят бюджет. Нет, они приватизировали. Они приватизировали, совершенно верно. Почему-то они считают, что она принадлежит им. Нет, не почему-то, потому что они… А все, кто против них, они, значит, против победы, против народа и против истории. Естественно, конечно. Кто против их власти, жирных, так сказать, рож и вилл в Майами, они против России, конечно. И против победы. Это приватизированное понятие патриотизма. Кто против начальника, который узурпировал власть, тот против России. Кто за конституцию и против цензуры, тот, значит, против России. Это мы живем в состоянии… Это ментальность, это сакрализация идеи власти. В состоянии Кавки. Это действительно победим страна. Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Мы Кавку сделали былью. Поздравляю. И вот, возвращаясь, почему мы деды воевали, а почему не прадеды воевали? А прадеды воевали, ты понимаешь, вообще за другое государство, с другой стороны. А ведь вся царская армия, большинство генералов, это вообще немцы. Понимаешь, они все из Прусса, Вертемберска. Там мать Александра I Вертемберска, жена Александра I Баденская принцесса, Екатерина II Анхальцербская. То есть деды умирали за Анхальцербскую принцессу. Но представь себе, сидит это уже тогда 60-летняя, убившая мужа, ожирелая тетка, грязная, у которой полно малолетних фаворитов. Причем это было отвратительно. Сидит у нее Платон Зубов, 20-летний парень, и вдруг она увидела 17-летнего Валериана, Зубова его брата. И он ей понравился. И дальше, потому что это век похабный, 18-й, а Екатерина это символ похабщины. Она описывала вообще все подробности пошлости в переписке. У нас все это сохранилось. И даже уж такому дарвинисту, как я, мне это читать просто стыдно, что писала эта женщина. Она называла этого 17-летнего резвушей, описывала, как он ее развлекал в личной переписке. И вот за что. Значит, прадеды погибали за вот эту анхальцербскую убийцу мужа, которая развлекалась 17-летним Валерианом Зубовым и так далее, и так далее. Вот ну как это назвать, понимаешь? А эти же, они же все аристократы, все православные, они развлекали вот ее, все по-православному, тут жена, тут Екатерина, потому что нужны посты, нужны генеральства и все прочее. Брат старший, значит, Платон Зубов, когда узнал о том, что его младшенький Валериан уже проник в опочивальню и... Занял место. Занял, ну не занял пока, но все. Он по-своему, по-эстократичному, по-православному решил послать его, чтобы он помер на фронте. И послал его, значит, опять-таки, намекнул Екатерине к Потемкину, к бывшему фавориту, опять-таки, той же Екатерины, на фронт, чтобы его там, соответственно, укокошило. А его не укокошило. И он вернулся, и он вернулся со всей славой обратно, его еще больше полюбила Екатерина. Более того, когда брат послал брата на смерть к Потемкину, Потемкин сам хотел смерти этого брата, посылал его во все атаки, потому что он так же ревновал, но, правда, уже к обоим братьям сразу. Это очень сложно. А деды за все это помирали, прадеды, понимаешь? Вот за весь этот позор. Любовная конфигурация сложная. Ну, если бы любовная. Вот, и даже, значит, писал Потемкин, что я вырву этот зуб, ну, зубов, да, Екатерине. Я вернусь в Петербург и вырву. Она прямо так испугалась. Ну, и так далее, и так далее. То есть, вот за что умирали, соответственно. И почему я должен вдруг вот за эту грязную Альнхальцерпскую авантюристку, за то, чтобы она была 17-летним резвушей, или за уголовника Кобу, который, ну, просто, понимаешь, он юридический уголовник, он по факту уголовник. Да, как это назвать? Ну, деды. Хорошо. В связи со всеми этими резкими высказываниями... Не резкими высказываниями, это просто факты. Просто факты. Хорошо. У меня вот такой интересный вопрос от твоих же подписчиков на твоей странице в Фейсбуке, которые пользуются, надо признать, изрядной популярностью. Более чем. Евгений, вы часто публикуете картинки с цветами, и при этом столько мизантропических текстов. Как может быть так, что вы и добрый, и недобрый одновременно? Спасибо, Вика. Отвечаем, Вики. Отвечаем, Вики. Дорогая Вика. Да, Вика. Виктория. Победа. Дело в том, что цветы не делают никому гадости, никому не причиняют зла. Поэтому действительно, цветы я люблю, и вот я буквально на днях, как это сейчас говорят, запостил. Такое старинное русское слово. Запостил Яна Брейгеля Бархатного. Ты знаешь, их было несколько. Один из них Бархатный, потому что он рисовал там не мужицкие, не мужицкие, а цветочки развлекал аристократов. И вообще я цветы действительно... Для выкинуть цветы, когда вот уже начинают увидать, это не дай бог. Все знают, что они у меня стоят и вянуты уже рядом, вазы с номи цветами, а мне жалко. Я подрезаю до конца, чтобы вот был короткий стебель, чтобы они больше жили. И я каждый раз, я прошу про... И когда выбрасывают цветы, я каждый раз у них прошу прощения. Потому что мне так больно и стыдно, что я... Все равно, может быть, даже они больше прожили у меня, чем даже не в срезанном, в смысле, в огороде, условно говоря, в саду. Но вот я чувствую, что я как-то виноват в их смерти. Что-нибудь так же... А люди нет. Люди, знаешь, столько, сколько гадости делают люди, они сами во всем виноваты. Хорошо. Следующий вопрос. Евгений, вы успеваете неимоверно много, от науки до пения режиссуры. Как вам удается не поддаться соблазнам разных удовольствий и столько уделять времени важным делам? Ну как это не поддаться? Это вопрос... Ну, у людей такое впечатление. Это вопрос профанский, потому что я поддаюсь... Всем соблазну. Причем с большой радостью. Если я вижу соблазн... Я бросаю все. Это само собой. Я стараюсь его ухватить и полностью принять, так сказать, в свой организм, в сердце, в душу. Я, как дарвинист, могу это сказать, что в душу. Вот, все. Соблазн – это прекрасно. Ну, как? Это основа жизни. Там вот дальше уже соблазнов не будет. Это самое главное, что есть жизнь. Это самое ваше, самое замечательное. Совершенно верно. Хорошо. Следующий вопрос. Уважаемый Евгений Николаевич, по имя и отчеству. Ну, давай не будем так, я еще молодой. Вы – предсказатель будущего. Никогда не ошибаетесь. Ну, так считает читатель. Могли бы вы немного поиграть в футурологию и сказать, что будет с наукой, техникой и образованием в ближайшие годы? Заранее благодарю. Ну, это вопрос очень объемный, потому что и наука, и техника – это все очень объемная тема. Но если взять образование, да, там упоминается, по всей видимости, оно будет дистанционным. То есть оно и сейчас, эта тема приобретает популярность, но оно точно будет дистанционным. И любой человек, уже сейчас, в любой точке мира может не ждать пока, и не с утра вставать, ехать через иногда общественный транспорт, смотреть с какого-то нудного урода лектора, который по старым бумажкам пытается читать данные 50-х годов. Нет, он может включить в интернете лекцию любого блистательного профессора, профессионала, а вообще их на мир очень мало. Я тебе могу сказать, что в мире есть несколько человек, которых имеет смысл слушать. То есть я не хочу сказать, что там несколько сотен, а несколько человек просто вот вообще, да. И так было всегда, во все века, и сейчас тоже. Просто вот это еще более заметно, когда есть интернет, есть репрезентативность. Потому что раньше можно было подумать, что, наверное, там где-то много или еще не выявлено. А сейчас все выявлено. Все ясно. Все все уже сказали, кто в социальных сетях, кто в сетях. Понятно, что высказывать это со смыслом могут всего несколько человек. Поэтому образование будет дистанционное. Я думаю, что даже и отменят всякие эти корочки, потому что оно бессмысленно. Никто не работает по профессии. А никто? Поэтому будут, видимо, какие-то тесты, наверное, при принятии уже на работу. Вот при принятии на работу будут проводиться какие-то, что-то вроде экзамены, да. Но не при обучении. Потому что это контрпродуктивно. Понятно. Это первое. Второе, безусловно, больше будет имплантантов, больше будут искусственных органов, что, в общем, даст жизнь, здоровье, комфорт. Не счастье, хочу сказать точно, это никак не связано с счастьем, но комфорт и здоровье продолжительной жизни это даст. То есть после всех катастроф будет, как сейчас делают уже протез руки, который блестяще действует. Руки, ноги, хрусталики, сердца. Сейчас уже он выращивает постепенно определенные клетки сердца и практикует. Не то, что вставляет этот клапан, а уже выращивает даже саму ткань ученой в Америке. То есть это все будет. Это все будет, и мы, конечно, до сих пор в лаптях в этом отношении сидим, хотя блестяще были ученые в 20-е, 30-е годы, и русская школа в этом направлении была очень мощная. Но сейчас у нас духовность, то есть опять свечи, лапти и все прочее. К сожалению, за последние... Похоронено все, да, это большое достижение. 15 лет очень много было. Похоронено все. Похоронено. А кто не похоронен, тот уехал, да. Хорошо. Вопрос следующий из другой совершенно серии. То, что мы построили так, чтобы было достаточно разнообразно. Вопрос о сути законов последних лет, направленных на борьбу с однополой любовью. О! Да. Перейдем к этой теме. Какой животрепещивый? Животрепещивый. Сейчас, одну минуточку, Женечка, я прочитаю. Евгений. Ну, дали масса комплиментов, я не буду их читать. Ну, почему? Это самое важное. Эти вопросы вообще не интересны. Какая еще эта борьба будет продолжаться, и какие новые законы ожидать? Ну, борьба... Она бесконечная. Я был на масте ток-шоу, посвященных правам человека. Я как член независимого совета, я защищаю права, ты знаешь. Всех? Ну, так сказать, нет. Я все-таки больше не всех. Я не всеядный. Нет. Всем это как, опять, как проститутка всем. Я не могу всех защищать. Я только там, где вижу хоть какой-то смысл. Был на всех ток-шоу, и когда заходит речь о борьбе с явлением, с гомосексуальностью, все депутаты перевозбуждаются. Они просто у них что-то срабатывает, они перевозбуждаются. И, как сказать, я вообще поражаюсь, я бы предложил, я бы на самом деле предложил создать министерство по борьбе с гомосексуализмом. Министерство. Я бы даже его возглавил. С удовольствием. Я бы даже его возглавил. И дав правильное направление. Ну, естественно, что такое министерство? Все для распила бюджета. Хорошая тема, очередная тема для распила бюджета. Это, во-первых, смотри, замы, секретари, департаменты Министерства по борьбе с гомосексуализмом. 30 тысяч одних курьеров. Одних курьеров, совершенно верно. Все по гоголю. Дальше. Научно-практические конференции, семинары, симпозиумы по борьбе с гомосексуализмом. Международные. Международные. Ну, чтобы ездить в бездуховный Амстердам, наши депутаты, которые через министерство, наши чиновники, поехали бы туда и обсуждали бы, как это плохо, тяжело, как это страшно отражается на сельском хозяйстве Рязани и Магадана. Потом я бы даже ввел такие летние тренировочные лагеря по борьбе с гомосексуализмом среди молодежи. Веселые старты. Потом вымпелы за наиболее успешную борьбу на предприятии с гомосексуализмом. Передовики производства борьбы. Дальше. Дом, как культуры быта раньше был, да? Значит, дом наиболее удачной борьбы с гомосексуализмом в отдельно взятом доме, подъезде районе. Дальше опять такие эстафеты. Эстафеты ко дню города. Приезжает министр, встают. Ширенки. Все, да, в этом ширенке, это смысл всего происходящего. В ширенке стоят и отчитываются. Всегда готов. Потом, следующий отчет. Приносит наверх, говорит, недостаточно в этом. Недостаточно в этом. Гранты будем сокращать. Нет, товарищи, вот мы вот уже в этом районе провели работу. В этом нам еще, пожалуйста. Дополнительное финансирование. Подпишите командировку, пожалуйста, в Италию. Потому что вот там есть музей, где античные все эти безобразия. Мы хотим их изучить, чтобы понимать, как бороться. Предмет мы должны понимать. Потом специалистов. Мы же должны еще нанять специалистов, которые нам объяснят суть проблемы. Они разработают стратегию. Стратегию. Это же самое главное. Сколько денег нужно взять? Нет, потом есть методички еще. Методички. Борьбы. Будет потом еженеделье. Месячники борьбы. Ну хорошо, раз мы дошли до борьбы. И пятилетки. Продолжим разговор о борьбе, но уже немножко в другом ключе. Речь идет о твоей борьбе с клирикалами. Есть такая. На эту тему пришло потрясающее количество вопросов. Было более 50. Только на эту тему. Давай сократим. И чаще всего людей интересует одно. Как зародилась религия в твоем представлении и как уберечь детей от наступления клириков на школу. В моем представлении религия не зародилась. Не зародилась. Нет. Я все-таки адекватный человек. Так я же все это объяснял. У меня есть цикл «Драматургия и истории». Там вот в Ленинграде у замечательного Алексея Лушникова записали в студии. Мною тоже очень любили. Мною, да. Но понимаешь, какая штука. У нас все ходы записаны. С нами нельзя жульничать, вот как Остап Бендер хотел пожульничать. У нас все ходы записаны. Вот любой человек, на какой мы работаем, нет. Любой человек, который хочет узнать, как все это дело зародилось. Идет в музей сначала геологии. Понимает, вот как там были ракушки, всякие аммониты, ракушки, ракушки. Потом постепенно, постепенно, слои, слои. Это все видно. Если сам не хочет копать, он может сам копать, в принципе, на огороде, на шестисотках. Он может углубляться, изучать, быть большим ученым. Может пойти, где уже все это сделано. В музей, геологический музей, планетарий. В конце концов, замечательный музей Дарвина. Он может открыть начало учебника биологии. Там есть такая рекапитуляция. Это развитие плода. То есть плод всегда во время беременности развивается от предковых форм, с хвостиком, с жабрами, со всеми плавниками, с всеми делами. Потом постепенно, постепенно он превращается уже в мою плесецкую. Так что все, но кто-то не превращается. То есть выглядит так же, но не превращается в мою плесецкую. Хорошо. Да, так подожди. А сейчас вообще не понимаю, в чем говорит религия. Каждый день, каждый день новости. Вчера, кстати, 64 человека сожгли эти исламисты. Отмените религии, ничего не будет. Все будет нормально. Смерти каждый день. Инквизиция. Или почитайте Тацита. Секта, когда сжигали христиане Рим несколько раз сжигали. И Тацит пишет, что это человек-ненавистническая секта. То есть там, где начинаются религиозные дела, там начинается смерть. Просто отменить, и не будет разницы между людьми, не будет всех этих кошмарных дел. Наука всех объединяет. Понимаешь? Наука – это просвещение, радость, наслаждение. Остается дружба, любовь. Хорошо. Тогда встречный вопрос уже по ходу нашего разговора. Значит, ты хочешь сказать, что ты совсем отказываешься от идеи Бога? Или что-то подобного? Ну, сложно отказаться от того, чего, собственно, не существует. Но сначала должно появиться. Ты понимаешь? Но я тебе хочу сказать так. Я тебя прошу выразить, я тебе сейчас объясню. Между нами уже. Я иногда, когда вижу, что контингент, ну совсем, войдите, использую, честно я тебе признаюсь, например, с актерами. Вот, когда репетируешь с актерами, чтобы что-то объяснить, это нереально. Это просто, ты можешь 10 монографий написать. Ты можешь через школу Станиславскую, ты можешь через биомеханику, ты можешь через Гротовского. Ничего не работает. Два варианта. Либо мат, как делает Ромочка Виктюк, да, когда сначала про метафизика, божрица любви, гениальный, все потом говорит слово на боку Б, и это, значит, народная артистка работает нормально. Либо, значит, просто уже Любимов замечательным фонариком показывал этому животному, показывал. А я иногда такую хитрость делал тоже. Я говорю, ты пойми, что ты работаешь для... Потому что эти идиоты, они же, я им дарю книжки, они не читают, поэтому лучше так. Более того, актеры настолько кретины, что даже, обрати внимание, даже если ты сейчас не вырежешь, это оставишь, они успеют, может быть, если они найдут время, они же ленивые, они не посмотрят на мое это интервью, но даже если они посмотрят, они обидятся, но через 20 минут они забудут мой текст, потому что текст они никто не держит, вообще никакой. И вылетит и про Бога, и про религию, и про все дела. Потом Бога я использую, ну вот не Бога, а эту идейку, использую, когда мне нужно, ну, в общем, и так все всегда легко, но когда кого-то нужно соблазнить, тут можно и тему поднять взаимопроникновение душ. В высшем смысле. Да, тут, а то, конечно, высшем, да, а то у нас сейчас не запрещенное слово, юридическое, нет? Кстати, но тут ведь можно все вместе и взаимопроникновение душ использовать, потому что они же необразованные, неважно, сюда же можно к необразованным и тантрический секс. Потом астрал. Это очень, слово астрал производит гипнотическое. Замечательно, можно из любой религии брать нужное положение. На любого советского или постсоветского человека слово астрал происходит зомбирующее, магическое впечатление, вот, и он, ай, астрал. Я говорю, ну ты понимаешь, что если, во-первых, взаимопроникновение душ, плюс астрал, плюс тантрический секс, уже это стопроцентный съем. Это стопроцентная гарантия секса, понимаешь? Хорошо. Если мы говорим об этом, ты сам упомянул о своей режиссерской деятельности, мы знаем, что ты сделал много, мне очень нравится твой фильм, который ты сделал для итальянцев. Да, 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 да. Мастер и Дель Гольфа Динахоли. Масса спектаклей, в частности, и какие-то крупные события. Это было и 70-летие Елены Образцовой в Большом театре. Да, вот Лена. А вот сейчас ты несколько меньше уделяешь внимания именно этому направлению своей деятельности. У тебя в основном мастер-классы. С чем это связано? Ну, во-первых, сейчас реальная жизнь и политика, и то, что происходит вместо политики, за место политики, это настоящий театр. Сейчас как бы в жизни театр интереснее, чем театр на сцене. Такие есть эпохи. Такие есть эпохи, да. И он не менее искусство ради искусства, оно такое же искусство ради искусства, то, что я люблю и признаю. Кроме того, ты понимаешь, я столько... Вот смотри, я это делал в прошлом, ставил спектакль и буду в будущем. Просто сейчас я немножко от этого отдыхаю. Живу чуть-чуть больше для себя, потому что так я живу для кого? Для публики и для этих вот дебилов, которым я пытаюсь объяснить. Но мне легче самому все сделать, все отыграть, потому что я вынужден объяснять актерам все, руки, пальцы, ноги, ставить интонации. Они же совершенно никакие. И они все это забывают тут же. А зачем, если могу это все отыграть? Более того, у меня аудитория моих сольных лекций, мастер-классов, концертов певческих или даже интервью, она больше, чем любая вместительность любого зала. Я трачу энергию, я на дебилов не растрачиваюсь, и так далее, и так далее. Понятно. Тогда, исходя из твоего ответа, такой вопрос. Как бы ты охарактеризовал в целом исторический момент в России сегодня? Как всегда. Что же у нас происходит в конечном счете? У нас один и тот же исторический момент. Ну, может быть, там было полтора года в начале века, и в 90-е годы было лет 7-8, когда, ну не то, что свобода, но да, свобода, когда можно было как-то развиваться. Сейчас все очень просто и банально. Вот чекисты спохватились, потому что они расслабились, они выпустили вожжи в конце 80-х, все рухнуло, потому что накрылась экономическая модель, и чекисты теперь взяли опять все в руки. На этот раз, я думаю, что так или иначе уже навсегда. Даже если официальный режим пойдет, это будет смена только декораций каких-то главных деятелей. И они сейчас опять все взяли, но на новой юридической и технической базе. То есть они приватизировали то, чем они владели в СССР по должности временно, теперь все это приватизировали, поставили на псевдокапиталистические рельсы, такой госкапитализм, вывели эти деньги отсюда с местных концессий на Запад, там их легализовали, и теперь даже если они здесь все потеряют, спокойно их дети, жены, на них переоформленные собственности, они будут дальше там продолжать жить. Это очень подлая историческая катастрофа, очень подлая, с которой сложно что-либо сделать, даже если будут сейчас западные ребятки выяснять, откуда происхождение капиталов. Это бесполезно, потому что юридически они все на детях и женах, а там право человека, и они не могут уже... То есть там даже если все понятно, но все ясно, вот там дети, жены, чиновников, ничего сделать нельзя, потому что тогда это как бы репрессия. Хотя это не репрессии было бы все однеть, но вот что поделать. Тем более там леваки на Западе сейчас, и они всегда будут жалеть тот режим, который их создал на Западе, понимаешь? Это же все идет оттуда. Вообще бессмысленно, пойми, бессмысленно сейчас, вот оппозиция тоже, бессмысленно что-либо делать сейчас против конкретных и нынешних ребят, если не провести суда над тем, что было раньше. Вот если не провести Нюрнберг над прошлыми событиями, то сейчас это с корнями, если не вырвать, то ботва растет, и все продолжается. Потому что сейчас это всего лишь ботва, понимаешь? То есть бессмысленно срезать каждый раз ботву. Без глубочайшей иллюстрации, без даже того, чтобы расследовать всю и пражскую весну, кто давил танками, без того, чтобы расследовать эти преступления, кто сажал, так сказать, несогласно, кто мучил там Новодворскую в тюрьме и так далее, в сумасшедшем доме. То есть это все не расследовано, и это все, наоборот, сейчас хотят запретить об этом говорить плохо, понимаешь? Специально, чтобы скрыть правду, чтобы скрыть преступление. Вот они, чекисты, вернули власть, они вернули все, они получили контроль полностью над экономикой, что можно было оформлено как нужно уже там. И эта ситуация я пока и конца не вижу в обозримом будущем. Вот это суть момента. Суть момента заключается в том, что Россия, точнее, бывший Советский Союз, и за всей предысторией не прошло то, что называется покаяние. Увы, придется вернуться снова к религиозному термину. Не-не-не, не надо покаяния. Ну, Нюрнберг. Зачем покаяние? Ну, Германия перенесла это. Можно обойтись, если будет Нюрнберг, можно обойтись без покаяния. Хорошо. Раз мы коснулись Европы, вот такой вопрос. А что происходит в Европе, особенно в свете последних терактов? Понимаешь, для вас это новость, теракт. Для меня это не новость, поскольку для любого человека не то, что там большого аналитика. Здесь не нужно большой аналитикой обладать. Если вы себе подселите идеологию, подселите тех, кто исповедует идеологию смерти, если подселите тех, кто из пустыни, из дерева только что слез, ясно, что будет очень плохо. В Европе сейчас, с точки зрения нелегальной миграции и всего прочего, это, я бы сказал, третья стадия рака. Вот уже скоро будет неоперабельно. Понимаешь, четвертая стадия рака неоперабельна. Организм сгниет. Европа, которая стала, в общем, к концу 80-х, да даже к 70-80-х годы абсолютно идеальной системой. То есть идеальной не бывает, но вот насколько можно в человеческой истории, да, это была техника, это была красота, эстетика, комфорт, права человека, все замечательно. И вот от этой расслабленности, от этой доброты, потому что расслабленный самодостаточный человек, он очень добрый. Они напустили всех этих бездельников, которые не желают жить по закону, которые не желают трудиться, которые желают только ненавидеть и взрывать. Кстати, посмотрите, обратите внимание, после вот этой страшной трагедии в редакции Шарли, когда эти дикари убили людей и устроили демонстрацию, там миллион народу гулял по Парижу, мусорил по всем скверам и бульварам. А зачем, кстати, было ходить? Вот все так пошли. А что они это... Они показали исламистам, что кроме как пошляться по Парижу и на мусорить... Они не расстреляли такое же количество этих, понимаешь, что надо было сделать? Они не выслали родителей, матерей, мать, которая родила этих братцев, потому что ясно, что это все из семьи идет. Нарушение прав человека. Вот правильно, ну, значит, это правильно, с неправильным пониманием прав человека, они погибнут скоро. Они ничего не сделали. И они доказали исламистам, что они лохи, что их можно боевать дальше, и, пожалуйста, вот мы будем гулять. Помнишь эту картинку, когда эти президенты, там, Меркель, Оланты, этот социалистический дегенерат, значит, вышли, и они специально... Это чистый совок, чистый совок. Они специально по центру поставили какого-то негра. Помнишь это, да? Какой-то, значит, негр, тоже не какой-то президент, там, значит, очередной, так сказать, республики африканской, специально в центр идет. Причем, обратите внимание, я к чему это все. В этом миллионном марше, я специально изучил фотографии внимательно, там нету огромного количества населения Парижа из негров и арабов. Нету. Они доказали, что для них это не трагедия, что они, может быть, даже это поддерживают. Это научная, это научная, стопроцентная лабораторная работа. То есть они чужие, показали, что для них местное население чужое. И это не трагедия, может быть, даже и хорошо. А в странах, так сказать, исламистского лагеря, там все в порядке, там они радовались. Все в порядке, там нормально. Да, это, там несколько, конечно, несколько советских партийных деятелей от религии сказали, что, в общем, мы осуждаем. Осуждаем. Это чисто совок. Осуждамс. Осуждамс, да. Поэтому все очень печально. И это третья стадия рака. Хорошо. Немножко сменим тему. Все-таки мы не можем обойтись без вопросов по Украине. Увы. Достаточно. Ну, к сожалению, сейчас это, да, самый острый тема. Номер один, это более чем актуально. Но вот тут очень интересный момент. Чаще стали спрашивать, что же привело в конечном счете к этому страшному конфликту и какие реально реформы следует проводить на Украине. Видишь ли, украинцы во многом, хотя они уже в агрессии, во многом виноваты вот в чем. Смотри, они должны были быть немножко более интеллектуально серьезными. Если они знают историю, если они знают, что такое империя, когда империя душит все живое, да, получили свободу, случайно, абсолютно случайно вырвались на свободу. Значит, что надо было делать? Надо было не сериалы русские снимать там, потому что все мои актеришки, они вот шляют, где вы сейчас, почему не репетируете? А у нас сейчас съемочка там в Киеве. Русский сериал, потому что подешевле снять в Киеве. И там они потом продают обратно. Там все сериалы снимаются. Там все и снимается. Вот. То есть им нужно было не русский сериал снимать. Книжки печатать снимать. Им нужно было сразу, как получили, случайно, свалилась свобода. Им чтобы было мало голодомора и все прочее. Они будут тут же строить забор. Забор строить, и на всем заборе портреты склеить Маннергейма. Вот в обеих забор портреты Маннергейма. Понимаешь? Ну или Софи Лорен, неважно, одно и то же. То есть что-то поклеить такое, такого типа. Они этого делать не стали, они ничего не поняли. Вот теперь понимаю, к сожалению, кровавое. Но это формирование нации, территории. Все страны Европы прошли через очень страшные конфликты, пока они не получили кристалл, понимаешь? Пока система пришла в баланс. А вот здесь очень запоздалый развитие, потому что Российская империя, этот монстр из очень-очень древних времен, он опоздал в развитии. Сейчас ведь никто не воюет уже. Все только что-то производят, и дальше рынки сбыты. Сейчас никто уже только идиот из древней пустыни может воевать физически за какие-то новые территории, понимаешь? Никому не нужны. Абсолютно. И лимитировать ситуацию. Так вот, а что касается реформ, это очень просто, все известно. Делайте то, что делали все цивилизованные люди. Это должен быть капитализм, чем настоящий, не нынешний европейский социализм, а настоящий капитализм, который был в Европе когда-то, который сделал Великую Европу. Первое, конкуренция. Но для этого, чтобы была конкуренция, надо отказаться от кумовства. Они же никогда не могут отказаться от кумовства. Я даже в Facebook написал, ребятки, если вот вам принесли взятку, допустим, я понимаю, ну очень хочется взять взятку, хочется взять взятку, хочется. Прямо ручки тянутся. Вообще это по-человечески, это очень по-человечески. Это нормально. Это понятно. Я как дарвинист это очень понимаю, это научно. Прямо должен воровать, должен быть, так сказать, все к себе тянуть. Но, ну хотя бы назло москалям. Я говорю, хотя бы назло мне. Вот назло мне. Ну не возьмите вы эту взятку и что-нибудь произведите. То есть реформы какие? Капитализм, конкуренция, отказ от кумовства. Кстати, очень правильно делают, что приглашают иностранцев, например, грузин, потому что тогда сразу коррупция, да, есть шанс немножко с этим делом побороться. Отказ от кумовства. И надо, если вы идете в Европу, надо права человека, а там тоже с этим проблемой, там очень много совков. Потому что одна и та же страна, в общем, распалась, да, очень много совков, внутреннего врага. Права человека нужно, просвещение. Тоже там с попами возятся, ой, там сейчас попы посуетились, хитрые, они поняли, что не могут, если правильно поддержать, они тут же поняли, что ага, Майдан, поддержали Майдан. Сейчас это ордена тем, кто теряет ноги, руки, они дают бляшки эти попы, это хитрые, такие, ух, это ты знаешь, не могу не отдать им должного в их подлые хитрости. Надо от этого, от макобесия отказываться. Вот, потому что зачем повторяете путь России? Это уже в России есть. Вот все, это уже есть в России. Попы с бляшками, это все есть в России. Зачем вам это нужно? И, конечно, реформа языка. В каком плане? Я бы, например, сделал такое финтушами и перешел бы на латиницу. Если вы хотите в Европу, пусть европейцы, для них очень это, понимаешь, они не понимают наши буквы. Им надо на латиницу. Пусть приходят на латиницу, они ничего не теряют. И там, кстати, это можно сделать. Я бы, например, я бы, но это уже, это нереально, но я бы пошел дальше. Я бы вообще сменил бы язык на какой-нибудь международный тип английского. Уж если идти вперед, я тебе объясню. Технически это правильно. Я бы, вообще, в принципе, в мире, вот рождается человек. Знаешь, сколько времени он тратит на изучение разных языков. Понимаешь, это контрпродуктивно. Был бы один, два или один, допустим, язык, на котором можно объяснить все это. Английский, французский, итальянский, прежде всего, итальянский, латынь. Уже сейчас и русский тоже, и многое переведено, но он не международный, в отличие от английского, не международный. То есть нужно выбрать один язык, и они делают заново нацию, заново государство, они бы могли сейчас это классно сделать. Потому что они проехали станцию в историческом развитии, они из-за того, что были частью империи, а империя все давит и душит, значит, они проехали станцию великая литература. То есть и лечь украинкой, и, значит, Шевченко, это все замечательно, но это для такой огромной странной истории, это очень мало. Тем более, что Шевченко тоже, это и русский, и такой разный очень язык. И ты понимаешь, вот если бы, они проехали вот эту станцию, как я сказал, великая литература, когда у нас, допустим, был Александр Сергеевич Пушкин, и вот это, знаешь, что такое великая литература, это когда Онегин, я ваш, Онегин, я не ваша, там и так далее, и так далее. В связи с тем, что Онегин происходил в центре империи, такое счастье могло происходить только в центре империи. И теперь они могут вполне создавать заново все. Но великая литература, вот просто это исторически, это ведь в истории все какими-то периодами, да? Проехал, значит, уже все. С литературой, в принципе, закончили. К сожалению, это очень для меня, как человека, ты знаешь, в общем, любителя старины, это печально. Все сейчас уже великая литература не будет. По разным причинам, в том числе технически. Так что надо им все-таки, я считаю, переходить на латыни. Короче, никакой коррупции и латиница. Все понятно. И два вопроса посвящены уволенному из-за позиции по Украине историку Андрею Зубову. Каково твое мнение об этом, коллеги, и о всей истории с увольнением? Ну, это не сейчас, это вообще летом было, насколько я помню. Ну, это уже достаточно давно. Тут такое дело. Уволили его, это вообще, я считаю, фашизм и нарушение всех правил. Его надо восстановить на работе. Но тут же уволить. Потому что, да, потому что я его, например, не считаю ученым. Он же у нас большой поклонник религиозных дел. А если человек не знает археологии, не знает строения солнечной системы, то ну как его можно пускать в ученые? Это не ученые, это может быть литератор, это может быть активист общественный. У него, может быть, замечательная позиция гражданская по отношению к режиму, к Украине. Это может приветствовать, но к ученым он не имеет никакое отношение. Я знаю его, если я не ошибаюсь, конечно, это такой вот милый комичный дедушка с такой сбородочкой, с бабочкой. Которая постоянно что-то рассказывает про... Хорошо. Раз мы затронули историю и твою позицию, и твое видение истории, тут вот такой очень интересный вопрос. Евгений, как вам удается видеть в истории то, что до вас никто не замечал? И еще раз хочу вам сказать большое спасибо за ваши труды и открытия. Некий Дмитрий. Чтобы не вдаваться в научные подробности, я тебе расскажу метафоры. В детстве на даче часто люди наши ходили на промысел, как на промысел, за грибами. То есть это серьезно, они готовились, они раньше ложились, они рано вставали, ехали куда-то очень далеко, в какие-то чащи, дубравы, ну это я поэтически дубравы сказал. И специальные надевали, знаешь, как на рыбалку какие-то, плащи резиновые, сапоги высокие, искать эти грибочки, как в военной униформе. И ничего не находили, ну совсем чуть-чуть приносили. Потом вот этот гад вставал поздно где-то в 11-12, вставал постепенно к часу, к двум, по заборчику, и нес полный вот белых грибов. А там же по заборчику, по идее, уже должны были собрать все, и тем более не с утра уже все. И я когда шел по линии, меня все ненавидели, говорили, ну как, ну вот, ну как, где ты, как ты видишь? Ну просто я говорю, ну как, я вот вижу, а вы не видите, значит, очевидно, вот, ну вот же. Потому что, понимаешь, у меня такое ощущение, что большинство в принципе слепы. Концептуально. Вообще, ты знаешь, я сейчас... Заделение не видит лица. Да, я отвлекусь, потому что вот столько каких-то вопросов у тебя заумных. Я уже просто привык, у меня на Фейсбуке приходит еще хуже. Там к термодинамике отношения, к теории струн, к политике Путина, что, в общем, одно и то же с теорией струн. Все заумные. А я хочу... Вообще, я дачу вспомнил, у меня настроение так улучшилось, встали, когда ломятся эти людишки. Ты вначале меня спрашивала про офицеров. А я сейчас вспомнил, как раз, когда шел по линии, там же офицеры. У нас шесть соток было. Та отдача, которая деда, шесть соток. Дед у меня полковник, прошел всю войну, ему как фронтовику дали несчастные эти шесть соточек. А там, в основном, были действующие офицеры еще. Потому что он был главным инженером, вот недавно только ушел. В 92-х лет работал ракетчик, защищал нашу страну ракетным образом. Всю эту дивную свободную страну защищал. А все остальные офицеры были действующие. Я впервые увидел... Ты говоришь, почему я не хочу быть офицером или хочу. Я впервые увидел офицеров, вот русских, слово это увидел офицер, на даче, в детстве. И для меня изначально офицер ассоциировался с чем-то пузатым, в рваных, прости, пожалуйста... Тренинг. Если бы тренинг. Все короче гораздо. В рваном и несвежем. Причем смешно было. Я когда просыпался, смотрю, там уже с утра орали некие Новиковы. Офицер Новиков орал на Новикову жену, жена вот такая вот, и такой же Новиков. Они голые орали друг на друга. И они пытались вбить лопату в абсолютно твердую, непробиваемую глину. Поскольку у нас, ты знаешь, нашу землю все хотят захватить, она плодородная. Но пока мы не вбухали 20 машин навоза на один квадратный метр. А Новиковы пожадились и пытались вбить черенок. И вот это, я помню, несколько лет продолжалось. Это с одной стороны. А с другой стороны были некие какие-то страшные... Не помню, не помню. Это такая мама с собачковой рожей. Такая, правда, не знаю как собачка, называется. Такие приплюснутые рожи. Бобсы. Ну, наверное. Такая приплюснутая. И дочка. И вот они носились тоже почему-то с лопатой. Они довели своего мужа, мужа-офицера, он помер быстро, они его довели. Долгая история. Они нас страшно ненавидели, поскольку мы когда привезли, дали на склоне, а склон в болото. И мы привезли, заказали машины, не пожадились, заплатили деньги и сравняли. Они сравняли. Поэтому они ненавидели. У нас это России надо понять. И вот они же довели офицера мужа, там помер офицер. Это я тоже запомнил. А за ним еще был генерал. Генерал, ну, законченный. Просто, я не знаю, как, ну, просто это, если они нас защищают, то это не дай бог. Это просто, это ни от кого не защитят. Генерал, который запомнился мне следующим. Значит, шесть соток. Он решил делать все по науке. Он вогнал под землю для дренажа. Вот такие трубы. Они сначала долго мешали всем поехать. Вот такие трубы. Они, естественно, трубы эти заржавели. Более того, вместо дренажа там скопилась вода. Поскольку он понимает, что мозгов же совсем никаких нет. А он чертежи таскал. И еще он, я помню, все воспоминания совсем раннего детства. Он у себя строил дачу, естественно, за счет солдат. То есть это абсолютная уголовщина. Это натовский генерал строил. Они никогда бы за кого не опустились. Я помню, что солдаты мерзли и ходили к нам за едой. Потому что он их не кормил даже. То есть это абсолютно чудовищно все. Это вот первое впечатление об офицерах. Слово офицер для меня было рваные, простите, трусы. Вот этот генерал с ржавыми трубами. И еще один, кого довели и жена. Жена и дочка. А потом появились эти кассетки. И новый Аут, значит, нет выхода фильм с Кевином Костнером. Я увидел офицеров, как они выглядят на плохом западе у американцев. Ну, это я даже не воспринял как слово офицер. Это были какие-то марсиане. Потому что это все приталенное, как оно сидело, как брюки сидели. Как эти, ты понимаешь, все, фигуры, как постриженные, как они говорили. Ну, вообще это марсиане, абсолютные марсиане. Потом стал читать книжки еще в раннем детстве о Наполеоне. Там были офицеры тоже марсиане, потому что так как они были одеты, так как они себя вели, какие героические, понимаешь, шпага, сабля, ташка. Это было тоже марсиане, тоже как офицеров не воспринимал. И в живых офицерах, следующее слово, вот ассоциация с словом офицера, я вспомнил, не вспомнил, а познал только следующим образом. Значит, когда я поехал на Бородинское поле, меня родители по моей просьбе привезли на Жигулях тогда еще, на Бородинское поле, и проник на эти трибуны, как это назвать, там, где речи читают, а люди слушают вот это. Ты бы поставили какие-то доски, набили, и вот для народа мы сели. Но я пробрался вперед, чтобы посмотреть, и попал среди какой-то иностранной делегации. Потом я понял, что эту униформу уже по фотографиям реконструировал от француза. И я увидел этих людей с человеческой офицерской фигурой, в выглаженном пиджаке. Из какой ткани сделан, я такой ткани вообще на русских офицерах не видел. Как они пахли, какими духами, как они общались со своими женами, как выглядели жены, причем они были на каблуках вот на этой всей грязи на Бородинском поле, и при этом были чистые даже ботинки сохраняли, я не знаю как. Как они общались со всеми, как они пропускали меня, это было что-то тоже несусветное. И затем я еще вблизи увидел тоже, я был студентом, была конференция в историческом музее по Наполеонике, я читал доклад уже тогда, и нас пригласили к военному атташе Франции в России. Если мне не изменяет склероз, его звали даже, вспомню, Жиль-Галле. Пригласили, значит, на прием. Потому что они без комплексов, они спокойно могут пригласить вот как бы выигравшую сторону на прием. Ну, наши патриоты-историки, естественно, обалдев от этой очень примитивной обстановки, кинулись есть очень примитивный сыр, потому что они сразу стали жадно, эти победители стали жадно сжрать капиталистический продукт проигравших французов. А я, как национальный предатель, я не стал есть сразу это, я посмотрел на архитектуру, вот это же русское издание, все, начало века, и разговорился с этим атташе на предмет русской литературы. А он окончил Сансир. И ты можешь себе представить, что офицер цитировал на чужом языке, на русском языке, Тургенева и Лескова. Я такого от учительницы своей литературы в школе не слышал. Цитат, ты понимаешь, это блестяще был образованный, он и его жена, они знали русскую литературу лучше, чем моя педагогиня в школе, хотя у меня английская школа и вся навороченная была, ты понимаешь. Это был офицер, это тоже для меня было следующее, это продолжение космоса. А сейчас я вот об этом тоже вспоминаю, проезжал, как это, Фрунзе на Плющихе, Академия Фрунзе, и какие-то все перебегают дорогу без красного света, до машин своих, естественно, иностранных, но дешевых, наши тоже, те, кто там преподавает, офицеры. Я все думаю, ну как это можно, ну держава, такая держава. И выходит, это все, пузо из-под этого, значит, все неглаженное, все черти как висит на них, ну и какие-то папки вот так, вот свешиваются, фуражки наискось, как-то они друг с другом общаются, ну я не знаю, ну подворотят, ну все это не, ну не может так выглядеть офицер. Офицер должен какое-то, в моем представлении, надо реформировать армию, она должна быть профессиональная, и так далее, и так далее, но это что-то другое. Да, и, конечно, военные кафедры. Я не говорю, может, где-то есть военные кафедры другие, на Марсе, да, но на моей военной кафедре, которые я очень быстро послал на три буквы, да, потому что это был просто, ну, я смотрел фильм в свое время «Обыкновенный фашизм» и проводил массу аналогий. Они понимали, что нам это не нужно, и офицеры признавали, значит, приходит офицер на условное занятие, говорит, я понимаю, что вам это не нужно, что вы нас не любите, я, мы вас тоже презираем. Это был ад вообще. Они постоянно что-то вымогали, то выпить, то чего, заставляли там отдирать свои жвачки, причем смотрели и радовались, причем, если бы они ладно, смотрели только на москвичей, ничего подобного. Они приезжие, они также издевались сенатом, то есть там полная издевка была. Я, конечно, всегда посылал, я ничего такого не делал. Эти все мои однокурсники делали. Потом даже они поехали на сборы в 30 градусов, жары приняли там на сборы, все это дело. Мне кажется, если я не ошибаюсь, потом даже великой закон, что они тоже что-то обязаны, немного служители, что-то в этом духе, те, кто уже принял присягу после сборов, не знаю. Я помню, что меня звонили, мне говорили, что ты правильно их послал, правильно сделал, что послал. Не помню. Но это не достойно русской армии. То есть я не говорю, что русской кому-нибудь ее достойно, но армии такие все равно недостойны. И они постоянно унижали свою родину, тем, как они говорили, что им это не нужно, что они это за квартиру делают в Москве, унижали своих учеников. То есть это был просто кошмар. И как нас учили? Там какие-то давали, я никогда не забуду, мне дают там уже перерисовать. То, что давно на Западе делают на компьютере, или вообще не делают, там еще нет военных компьютеров. Перерисовать какую-то схему. Я смотрю на схему, вижу берлинская стена. Я говорю этому офицерику, я говорю, слушай, зачем это секретное, как ты называешь, перерисовать, если я тебе могу по секрету сообщить, что ее давно снесли. Он удивленно посмотрел, потому что он уже давно не думает, чего дает в руки. Да, действительно, берлинская стена. Как интересно, да? Я говорю, но нам пока не прислали отмену этой, не списали ее, значит, мы будем вам его давать до поселения. Это надо все очень серьезно, чтобы это было достойно. Ты хочешь сказать, что в нашей жизни очень много сюра? Да, да. Это вот я тебе юмор. Пока нет. Юмор. Ну, это все сдача началась. Ну, и в связи с этим вопрос вот такой. А каким же... Вот вопрос из Петербурга пришел, очень интересно. Интеллигентный город? Из Петербурга. Хотя много нам сейчас нагадили. Да. Каким вы, Евгений, видите будущее России? Что? Будущее России. Давай следующий вопрос. Хорошо. Проехали. Общий вопрос. Какую музыку вы любите слушать? Спрашивают наши читатели. Вот это лучше. Хотя, ты знаешь, это очень объемный вопрос. Тоже почти бессмысленно обсуждать. Я люблю красивую музыку. Как и все. Вот все красивое, то я люблю. И классику. От Баха до Орфенбаха, да, как говорят. От Бенедетта Марчелло, от Александра Марчелло. От всей венецианской школы. Они от Эдиты Пьеха до Эдиты. Всю люднюю. Да. Эдита поет для вас и вас. В общем-то они говорят, да. И Пьеха самый умный, самый добрый, самый лучший человек на свете. Ну и Пьеха ранее. Да, конечно, когда-то сейчас. А сейчас такое ляпнуло. Боже мой. Что у нас Эдита Саниславовна сказал? Ну, надо знать нейропизиологию, что после определенного возраста происходит у некоторых необратимое. Так вот, нет, я люблю все. Я люблю старенькое. Я люблю ретро от Вертинского, до Шульженко, от Мориса Шевалье и Пиап до Долиды, Мина, Милева. Ива Тзаникки. Это гениальные все, роскошные, сумасшедшие итальянцы. Так, а как же герой нашего интернет-издания? Минуточку, мы и так на сайте твоем, на сайте Рафаэля, поэтому ты знаешь, для меня Рафаэля это действительно... Да, в эстраде, наверное, это самый любимый, потому что это блестящий артист, прежде всего артист, уникальный вокалист. Сейчас я вообще не понимаю, уже больше семи, 71 ему, да? Откуда он достает этот голос? Я это научно не объяснил. 100 концертов в сезон и 100 аншлагов. И 100 аншлагов, да. Рафаэль, конечно, абсолютно гениальный. И я сделал, как ты знаешь, вы же даже представляли у себя на сайте документальный фильм о нем. Ты знаешь, что вот Рафаэль действительно, это номер один. В эстраде, это... Если ты вопрос не подгадала от себя, это ты, чтобы специально... Но у нас небольшой роель с Коста. А я думаю, что же так ты там прятала? Это последний диск Рафаэля, который вышел, по-моему, месяца два с половиной назад с его личной потрясью. Но этот диск уже стал золотым. Вот это дело, ты все это начинал, то про будущее России, будущее России. Какая прелесть, слушай. А тут что, даже... Это его оригинальный. Товарищи, как это? Вот за это, Арутюнова, я тебе жму по-товарищески руку. Молодец, спасибо. Это мое. Спасибо. Вот это дело. А то, что я сижу рассказывать тебе про небылицы. Так. Мы остановились на музыке. Ой, вот это Амаме и Амор Мью, это гениально. Гениально. Это я очень хочу еще послушать. Вот такой вопрос. Что вы думаете, Евгений, о проблеме мультикультуризма и есть ли мирный выход из конфликта цивилизаций? Ну, и отношение к фигуре Брейвика. Это как мирный выход. Выход, да. Хорошо загнули там. Здесь же нельзя матом, да, поэтому про мультикультуризм... Это чудовищная ошибка, потому что нельзя мешать варваров и не варваров. Это будет взрыв точно социальный. Что касается Брейвика. Брейвик очень плохой. То, что сделал очень плохо, это противозаконно. Так нельзя. Он негодяй. Вот. Если по делу... Ну, что я себе могу на камеру сказать про... Понимаешь, Брейвик, он среди меня стал неким странным просветителем. Объясню, в каком смысле. Странном смысле. Я очень хорошо знаю Западную и Центральную Европу. И историю, некоторые вещи просто досконально, и территориально также досконально. То есть, допустим, Париж, Милан, Рим, Венеция, Страсбург, Мюнхен. Это все не только центр, не только каждый камень в центре, что было на этом камне 300, 400, 500 лет назад. Но и окраин, потому что я изучал все совершенно досконально. Скандинавия. Для меня это было немножко отдельно, потому что я знал центры столиц, я знал какие-то общие данные, естественно, я знал историю, культуру, все. Но я не знал окраины, не знал действительно социального положения, потому что меня просто не интересовало это. Но я почему-то не знаю, как почему, я надеялся подсознательно или полусознательно, что вот, ну, помучаюсь сначала во Франции, в Италии какое-то время, помучаюсь, посмотрю на красоту, но сквозь вот все эти мигрантские кошмары, а потом, ну, все равно Европа, все равно красиво, поеду жить уже, не жить, а бывать или посещать, или как угодно, через там 40-50 лет в Скандинавию. Потому что, думаю, ну, до туда не добрались. То есть, вот такой я был темный, темный страшный. И тут, когда я открываю газету, вижу, что в Норвегии террорист, а откуда мы в Норвегии террористы, то есть, в теории невозможно, то есть, дыма без огня не бывает. Как я говорю, что вы боретесь с Бревиком? Надо не с Бревиком бороться, их будет скоро тысячи, да? Надо бороться с проблемой. Ну, только идиот борется со следствием. Вревик – это следствие, проблемы реальные, которые государство сделало, не решает. И я в газете смотрю, я говорю, совершил, руковой кошмар, ужас. И дальше я читаю список того, кто был на острове. И вот тут у меня волосы встают дыбом. Потому что я понимаю, что и в Скандинавии мне делать нечего. Ну что ж, поехали дальше. Много вопросов, касающихся истории Наполеона. Ну, мне кажется, это вообще надо сделать отдельной темой разговора. Может быть, мы как-нибудь отдельно соберемся на эту тему, потому что вопросов именно по Наполеону очень много. Но я один все-таки выберу сейчас. Дорогой Евгений, так, опять комплименты, комплименты. Ну так что ты мне, эти вопросы... Как вы можете сформулировать, в чем основная заслуга Наполеона? Ну, ты знаешь, я действительно, это уже очень часто в передачах, это люди ленятся, те, кто вопрошают, это ленятся. Но вот в последнее время я бы сказал так, к какому важному выводу я пришел. Понимаешь, Наполеона уважают, ценят и любят, и любили. Талантливые люди, интеллигенции, образованные люди просто, самых разных эпох и народов. И не только французы, и прежде всего не французы. То есть, начиная от Гёте, которого просто боготворил, называл мировая душа. Гёте, Мережковский, Цветаева, Айвазовский, Черчилль. Немыслимое количество ученых, военные, понятно. Но главное, что разных наций, разных государств. О чем это говорит? Это говорит об объективности. То есть, если, знаешь, моя папа-мама, моя страна, моя жучка, моя комната самая лучшая. Комната нищая и грязная, мама-папа алкоголики, допустим, значит, там страна фашистская. Но самое лучшее, потому что моя. Нет. Здесь поразительно, что человечество признает гения и испытывает восторг по отношению к не своей семье, не своей нации. То есть, это высшая оценка. Это абсолютно объективная научная реальность. Это оценка, это вот, это что касается его места в виде хому. Такого замечательного места. Вот мой ответ. Так, дальше, очень коротко. Что человеку надо для счастья? Постоянная влюбленность. Отлично. Может ли история чему-нибудь научить? Ясно, что она ничему не учит. И она действительно ничему не учит. Мы сейчас это на примере отношений России и Украины видим. Но, ты понимаешь, история всегда, всегда, не было случаев, чтобы не было, всегда подсказывает сильно заранее и очень четко, что будет. И вот я поражаюсь, как люди ничего не слышат и не видят. Понятно. Следующий момент. Мы видим политические и финансовые трудности. Но все же есть... Дед, я по первому каналу ничего такого, я даже это все... Все изумительно. Пятая колонна. Все же есть и позитив. Как вы оцениваете то хорошее, что у нас происходит? Например, Олимпиада. Подъем, прекрасное настроение нации. То есть, что-то я немножко... А у нас что, опять Олимпиада? Нет, которая была. Но недавно мы вспомнили, отметили годовщину этого великолепного события. Ну, понимаешь, вот сейчас, конечно, чтобы отвлечь от катастрофы экономики, финансы надо будет круглосуточно. Отмечать Олимпиаду. Надо предложить просто Эрнсту какой-то твит послать, а слабо поставить, открытие Олимпиады круглосуточно. Круглосуточно. Они сейчас будут для отвлечения чередовать как? Открытие Олимпиады, дальше победа с 45-го года, хотя в другой стране, над другой страной, но неважно. Значит, 45-й, тут же поет Ковзон, тут же Молебен, Молебен, Ковзон. Значит, 45-й, Олимпиада, Олимпиада, Ковзон, Молебен, Молебен, значит, это самое, чтобы хоть как-то отвлечь. Но на самом деле, вспоминая такие старости, это, ну, представь себе, вот моя метафора, представь себе, если бы старуха, старуха, показывала сантехнику свои девичьи, или даже не свои, вообще, девичьи фотографии, и желала с ним после этого секса. Понимаешь, вот это вот то же самое, абсолютно. Хорошо. Следующий вопрос. Что тебе ближе, наука или искусство? Или из науки ты делаешь искусство, а из искусства наука? Это то, что я всегда говорю, нет, здесь нет противоречия, потому что в искусстве формулируется истина без формулировки, на уровне ощущений. Понимаешь? Вот Ницше сказал, что если бы не было искусства, а только наука, мы бы никогда не узнали, не прикоснулись к истине. То есть наука открывает ногу и с каждым годом, потому что она высвобождается из-под Ерма, она недавно высвободилась из-под Ерма религии, 150 лет назад, 200-150 лет, и уже в космос полетели, до этого за миллионы лет не могли ничего сделать под религией. А здесь, в искусстве, когда ты слушаешь музыку, Верди, Баха, когда ты смотришь спектакли, когда ты смотришь великие настоящие фильмы, ты чувствуешь что-то такое, может быть, без формулировки, но ты уже, в тебя истина проникает. Все понятно. Вот такой вопрос. Причем этот вопрос прозвучал несколько раз. Люди хотят знать. Не собираешься ли ты написать книгу о Второй мировой войне? Сейчас это бессмысленно. Писать то, что я могу сказать, сейчас говорить нельзя. Ну, просто вот, никак и нигде. Потому что наука никого в этом отношении не интересует. А зачем, собственно, распаляться, когда все сейчас происходит? Ну, давай посмотрим. Значит, захват, оккупация судетов, аншлюз Австрии, причем, дальше, дальше самое гениальное, Польша напала на Германию. Это да, это хорошо. Но у нас тоже замечательно, мы же, наших войск нет в Финляндии. Сталин заявляет, что западные средства массовой информации лгут, наших войск нет в Финляндии. Так что, зачем мне писать, когда мы все видим в режиме онлайн сейчас? Хорошо. Следующий вопрос. Он очень длинный, по сути, но давайте, давай коротко. Как ты оцениваешь состояние образования в России, что мы потеряли по сравнению с Советом? Ну, об образовании говорили, что мы потеряли по отношению к советскому периоду? Ты знаешь, у нас многие вспоминают о советском образовании как о чем-то очень ценном и гениальном, и лучше, чем на Западе, но прости меня, что же это за образование, если вдруг миллионы, это что миллионы, все население стало прикладывать свои мощи к телевизору и лечиться от Чумака и Кошмаровского? Понятно. Ну вот, объясни, где же, где эти инженеры, где-то высшее образование? Потом они в один год им сказали, поверили, они забыли про картинки из первого класса биологии, они, у них сразу появилось, а как это, оплодотворение без оплодотворения. Ну понятно. А там вообще, ой, это гениальная история. Беспорочное зачатие. Ой, беспорочное, не порочное зачатие. Беспорочное, еще лучше. Беспорочное, еще лучше, Оговорочка по Фрейду. Вот такая вещь. Хорошо. Ну, а там вообще гениально, если Бог един, то есть если у них по их системе, по их логике, Иисус это Бог, который все создал, то есть получается, что он создал свою мать, которая после этого, господи, что же с ней сделала? Что же с ней сделала? Это, ну только, ну, горячечно можно все это воспринимать. Хорошо. Вот такой вопрос, вопрос об истории. Евгений, как ученый, вы можете предположить, что было бы, если бы Октябрьского переворота в 17-м году не было. И кто виноват, что большевики захватили власть? Ну, это виноват, на самом деле, вся предшествующая история. Фигурируют ли тут немецкие деньги? Традиционный вопрос. А, ну, без этого никак. Как же мы можем без немецких денег? Слушай, а ты меня простите, образованный человек, наверное, ты же у нас даже кандидат наук. Ну, а кто давал немецкие деньги? Если даже давал этим плохим, так называемым евреям, которые здесь все испортили. Кто? Кто был? Кайзер. Кайзер. А кто такой Кайзер? Он сам помазанник Божий. Он сам христианин. Он же двоюродный брат жены Николая II. Он же родственник. Более того, а кайзер Вильгельм, он был шефом Нарвского, 76-го, кажется, гусарского полка, 85-го пехотного шефа, адмирал русского флота, носил русскую униформу, как и Николай, кстати, немецкую. Потом два просто поссорились, потому что и там, и там назревал революция, и нужно было как-то отвлечь народ внешней политикой. Понимаешь, какие германские деньги? Ну, если даже давал минуточку, если даже давал кайзер Вильгельм, ну, он адмирал русского флота, родственники, страна, он сам помазанник Божий, значит, это Богу угодно, если по их системе. То есть у них же все вот так. Ну, я не знаю, не хочу я эти темы, я все уже давно сказал на эту тему. Так, несколько вопросов по моментам религии. Ну, вот выбери сам, что тебе больше интересно. А как ты оцениваешь проект человека? То есть не важно, создал ли нас Бог или эволюция? Нет, ну, важно и не важно точно, что эволюция, а и такое может создать только эволюция, потому что, ну, если мы созданы по образу и подобию Божьему, то получается вот все эти, значит, наркоманы, убийцы, карикатуристы, которые так не любят, значит, эти шизики, там, и проститутки, и олигофрены, и у кого врожденное слабоумие, и все это, и так далее, и так далее. То есть все, что происходит, любой насморк, климакс, и так далее, получается, все это от Бога. Ну, бред же, да? Вот очень хорошо. По этому поводу целый ряд товарищей замечательно комментируют. Что такое? По поводу климаксов от Бога? При таком подходе? Ну, во-первых, гравитация. А, понятно. Это для начала. Закон науки? Ну, я думаю, что этого достаточно. В какой-то степени. Этого достаточно. Этого достаточно. Хорошо, хорошо. И вот такой вопрос. Опять-таки, в связи с тем, что было только что сказано. Вы необыкновенно комплименты, вы необыкновенно одаренный человек, вы замечательно, так сказать, анализируете многие исторические положения, и ситуации, связанные с современным миром, у нас, за рубежом. Так почему бы вам не завязать с принципиальностью, не пойти работать на режим, цитирую дословно, и иметь все блага мира? Ну, кстати, человек, видимо, ко мне относится лучше, чем те, которые говорят, давай, борись, принципиально будет. Он желаетесь счастья. Я уже сам думаю, ну что, ради кого? Ну, наверное, есть несколько порядочных людей, их жалко. А так, в принципе, этот народец, я считаю, что он, кроме Путина и режима, его никого не заслуживает, он гораздо хуже заслуживает, этот народец. Вот, поэтому... А вообще, кстати, было бы замечательно. Ты знаешь, мне надо давно было сменить уже роль, в одной роли скучно. Я был блестящий пропагандист. А там, кстати, ума не надо, мне вообще обошелся бы даже, отдыхал бы. Пришел какой-нибудь этот самый... Что говорил по этому поводу Геббельс? Мысль должна быть одна. Да, оппозиционер какой-нибудь. И там, вот чиновник ворует, у него там вилла в Майами. Я говорю, вы что, сейчас на Майдан работаете? Если вот такими заявлениями, что пусть воруют, потому что вот вашими заявлениями о том, что он ворует, вы работаете на Майдан. Все, здесь больше ничего знать не надо. Это вот только повторяю этот бред, и ты будешь замечательно фаворивая, деньги, машина, каждый день эфиры на всех главных каналах и так далее. Тем более, что я могу делать эффектнее, и там же какой-то... Собирают черт знает что. Сейчас всплыла непонятно откуда вся эта дрянь, которая сидела. Она неконкурентоспособная, но сейчас, когда приличные люди не могут сотрудничать с тем, что происходит, всплыла все это дрянище, которое оно временно должно сейчас хапнуть, урвать, потому что потом, конечно, их всех выкинут, они будут ненужны. Но вот сейчас они временно... Поэтому, наверное, да, надо уже мне переходить. Так, очень интересный вопрос по искусству. Коротко. Евгений, вы посвятили Лукино-Висконти статьи, даже был документальный фильм. Почему именно этот режиссер из всей плеяды великих и даже знаменитых и великих режиссеров? Почему именно он? Да, я действительно стал Висконти выше всех, и даже из плеяды его соплеменников и коллег по эпохе, это Феллини, Антониони. Но Антониони сам признавал, что он ученик Висконти, и если ты посмотришь, многие его долгие планы, проходки и шелест деревьев... Еще в Забриский поинт очень явно это видно. Нет, как раз не в Забриский поинт. Нет, нет, нет. Это в затмении, ночь, там очень много Висконти есть, открытий Висконти, которые он стал развивать. Понимаешь, Висконти невозможно... Вот я так спромулирую. Висконти невозможно спародировать. Даже гениального Феллини можно, Кубрика можно спародировать. Ну, Кубрика вообще достаточно просто. Не так, просто как ты думаешь, но можно. Можно спародировать и отчужденность Антониони. Все можно спародировать, кроме Висконти. Аристократизм спародировать невозможно. Он либо есть, либо нет. Нужно либо родиться, когда тебя окружают то, что 700 лет рода, либо этого нет. Либо в тебе есть эстетика, в тебе есть, или как хотят там говорить, слово метафизика, те, кто пишут вопросы определенные, либо нет. И, конечно, он в этом плане сначала в Висконти, потом уже... Я же прошел, когда снимал... Вообще-то мы снова уходим куда-то в сторону духовного. Нет, нет, духовного. Не будем? Нет, нет, духовное. Слово хорошее, которое испоганили эти все, которые зарабатывают на приватизированной духовности. Я прошел за Висконти, когда работал над его историей, весь путь. От Виа Черва в Милане, дом отца, вилла Эрба в Чернобе на озере Кома, там, где имение матери, потом римская квартира и Ла Колумбая на острове Виске в Неаполитанском заливе, где Ченнера прах в Висконти. И я прошелся, я понял этого грандиозного человека именно с точки зрения эстетики. Вот без эстетики понять это невозможно. Нереально. Я не могу это объяснить, чтобы объяснить, почему, я должен, ну, я не знаю, чтобы зрители прожили такую же жизнь. Это сотни книжек, сотни галерей картинных. Это надо чувствовать, это же не всем дано. Это надо понимать, что такое нейрофизиология, там у всех очень разные структуры, развитые по-разному структуры головного мозга. Так, спасибо. Ну, а дальше, я думаю, в режиме Блица. Да, давай. Что ты думаешь о Бабаме? Ничего. Ну, после Висконти я не хочу вообще думать. Не хочу о нем думать. Ну, это просто уровень школьного учителя американского, такой провинциальной школы. Он был замечательно с этим, знаешь, среднего запаха. Пластиковые стаканчики кофе из Макдональдса, сидит на столе, вещает пробитников. Это вот его уровень. Все, он неплохой, но не так, чтобы руководить главной державой мира. Как ты оцениваешь самого известного агрессора в истории Гитлера? Ну, это он для вас, потому что вы назначили самым известным. Там все-таки есть еще и монголы, и все прочее. Гитлер, он не, он не, так сказать, не обладает авторским правом на все те преступления, которые совершали при его режиме. Это все не его авторские права. Любая бабка у подъезда геополитически страшнее, потому что, она говорит, уничтожить Америку, уничтожить Европу. Любая бабка у подъезда геополитически в сто раз страшнее твоего Гитлера. Все понятно. Мне неинтересный вопрос. Ты делал передачу о Тетчер. Да, это правда. И ты сказал, что сегодня ее не хватает. Очень. Ее всегда не хватало и всегда не будет. Она блестящий человек, блестящий политик с энергией, со знаниями, с принципами, умна и блестящая. Очень не хватает сейчас, да. Сейчас бы не было бардака, если бы была она жива. Вот такой вопрос. Как ты оцениваешь период нашей истории 90-е годы? Очень положительно. Ничего. Очень положительно. Вместо гражданской войны плохие демократы все отпустили, американцы дали денег, и вместо гражданской войны, которая сейчас как раз пытается развязаться сверху, был мир, появилась еда, появилась техника, появилась машина. И никто ни с кем не подрался. Так называемые патриоты, они же все ездят на иностранных машинах с иностранными телефонами, с американскими, жрут иностранную еду и говорят, ой, какие они там на Западе плохие. Это все 90-е годы. Да, и говорят, а зато у нас духовность. Так, в чем причина, основная причина того, что развитие общества не идет должным образом у нас? В чем причина? Что препятствует? Понимаешь, что современное общество построено на антиинтеллектуализме, на борьбе с интеллектом или на, так сказать, поддерживает все неинтеллектуально. Вот смотри, пример я тебе приведу. Многодетная мать, ей дают пособие. Вот, или просто по материнству. А раньше был датчик закон, сейчас не знаю, кто не имеет детей, тот платит, наоборот. Знаешь, вот если женщина. Если ты написала статью, книгу научную, ты многодетная, многокнижная мать. Тебе никто ничего не заплатит за то, что ты... А что такое родить? Ты можешь в бессознательном состоянии рожать. Ты можешь рожать, в принципе, просто как ты животное. Животное, да, если даже. Уступать место в метро кому? Женщины, дети, старики. То есть те, у кого уже интеллект научно. Если ты молодой студент, ты стоишь, у тебя кровь отливает от мозга, ты приехал на лекцию, устал, ничего не соображаешь, потому что ты стоял в метро. Все. То есть, опять-таки, спасать катастрофа. Спасать кого? Женщины, дети, старики. И так далее. То есть я не говорю, что это плохо или хорошо. Я вообще, мне это не моя тема. Я ученый, меня не касается вашей разборки, плохо или хорошо. Я просто объясняю, что вот это факт. Мир устроен сейчас так. Фонды, если ты инвалид, тем более, если на голову, тебе дают деньги. Если ты гений, тебе никто не даст денег, еще убьют. Так, следующий вопрос, тоже в режиме Блица. Бюджетники жалуются на низкие зарплаты. Где выход? Я бы им вообще не платил. Не за что. Они ходили на путинги, их выводили на митинги, поддерживали, очень хорошо. Они мне это устроили, вот пусть живут. А есть бюджетники учителя, которые устроили нам такие выборы, которые я видел, помню, в школе, эти пропонепригодные существа. Я бы с них взял деньги за то, что они пропонепригодные. Понятно. Следующий вопрос. Что наиболее взрывоопасно сегодня в обществе? Откуда ждать неприятности? От маркобесов. Маркобесов. Правильно. Следующий вопрос. Почему ты не идешь в политику? Ну, я не хожу в таких местах, где можно запачкать ноги. Ну, я же объяснил, там надо унижаться. Там даже, вот ты имеешь, у тебя миллиарды. Или, допустим, если ты чиновник, ты можешь все, но ты унижаешься. Ты все равно крепостной перед Путиным, условно. Ты крепостной актер. Ты можешь любого придавить у себя в театре, на киностудии, в министерстве. Любого придавить. А все равно, ой, Владимир Владимирович, все равно унижаешься. А если ты президент, у тебя все хорошо, есть деньги, еда, картины, любого Рембрандта. Вот. Но прошло наводнение. И ты должен все это бросить. И ясно, что ты не можешь ничему помочь, да, но ты должен обязательно поехать и в сапогах постоять в луже, потому что, когда ты постоял в луже, те, кого затопило, они могут дальше, от счастья могут жить в любой луже дальше совершенно. Им же не нужно, ты пойми, это у народа. Не важно, что сделано. Не нужно, что он сделан. Да, главное, что он сам встал в лужу. Я должен выражать, я должен сделать как-то сразу. А у меня счастье, допустим, а я должен срочно себя на силу, чтобы сделать что-то я так же. Понимаешь, это вечное унижение. Следующий вопрос тоже, в общем-то, в какой-то степени из этой серии. Ты говорил в одном из своих интервью, что тебе с детства было неинтересно общаться со сверстниками. Это ощущение так и сохранилось или что-то появилось другое? Ну, конечно, знаний меньше, опыта меньше. Вот смотри, допустим, кому я сегодня звонил, сейчас я соображу. Вот Ширвинд. Ширвинд, 80 лет. Друг мой замечательный подруга Чурсина Львино Севна, 73, если я не ошибаюсь, или 74 скоро будет, по-моему, так. Вчера на втором канале записывался, вот сидели в гримерке Вера Кузьминишна Васильева. Через несколько недель 90. Замечательная наша Лядова пригласила на юбле 90. Поэтому, вот Зельдин тоже поздравлял, сейчас на днях Зельдина 100 лет. Это вообще грандиозно. Так что Чурсина здесь просто девочка, да? Просто ее. И почему я, кстати, с тобой общаюсь, с Невзоровым дружу, я тянусь к молодежи. Ну, понятно. То есть мы еще молодые по сравнению с твоим традиционным контингентом. Я на пути. Да, на пути. Я понимаю. Все совершенно замечательно. Спасибо за комплимент. Так. Вопрос по поводу Крыма. Тоже в Блиц, потому что, наверное, эта тема очень обширна. Но, может быть, по поводу исторического обоснования нахождения Крыма в составе России. Ты уже об этом высказывался, но, может быть, что-то хочешь уточнить. На самом деле, вообще, во-первых, я над темно обговорил. Во-вторых, исторические обоснования юридические, сейчас это мы передеремся все. Потому что Кёнигсберг захотят немцы, в Москву захотят французы. Но Наполеон вручал отец подчетного легиона на Красной площади и сидел в Кремле. Почему он не может получить? А если монгольский парламент, не дай бог, примет обратный закон обратно московский улус к монголюции, это бесконечно. Ну, давай честно говорить, практически на любой калачок земли. Да, на любой совершенно. На земле. На греки, греки, готы. Готы, то есть немцы, греки. И все будут исторически правы. Все передерутся. Все будут исторически правы. Это безмысленная история, да. Понятно, историческое право, то есть это особая статья. Так, ну, что еще надо мне сказать обязательно? Я не зачитала кучу, просто огромную кучу хвалебных писем. Так вот, это надо было читать, а не эти клинические вопросы. Хорошо. Конечно. Я хочу сказать только одно. Исходя из всех вот этих писем, которые мы получили, ну, огромное количество людей тебя искренне любят. Ты так любишь своих врагов и недоброжелателей, получаешь искреннее удовольствие, что они есть. Да, это правда. Но я вынуждена признать, что, наверное, несколько больше людей пишут нам, которые искренне тебя любят, желают тебе успехов и с огромным вниманием следят за всеми твоими изысканиями, твоими высказываниями, публикациями и творческими совершениями. Представляешь себе? Ты меня поразил, потому что я думал, что на ворот после прошлого интервью тебе пришло... Нет, на самом деле много пишут. Нет, 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 нет. Ничего не могу подобного. Но это все равно капля в море, потому что народ, народ в целом, конечно, любит только дерьмо. Народ узнает себя в дерьме, любит в своем дерьме, во всех... И ругает того, кто это демонстрирует. Поэтому это, конечно, капля в то, что ты сказал, это дивно, но это вообще капля в море. Это почти... Я почти не верю даже. Евгений, как вы умудряетесь сохранять хорошее настроение и чем вы вообще спасаетесь от непростых реалий нашей жизни? Жизнь сегодня. Ну, я же сказал, это влюбленность. Влюбленность каждодневная. Именно в жизнь. Прежде всего. Лучше в конкретной... Это уже... Во все красиво. Знаешь, ведь все равно, вот что бы мы ни говорили, политика, экономика, история, все равно в итоге человек приходит к человеку и звучит, например, бах, тримажорная сюита, в старой вазе стоят юные цветы, занавеска колышется, потому что ветер, природа. Все остальное не важно. Вот когда ты понимаешь, что кроме этого все остальное не важно, вот все, вот, кстати, то, что ты тут читал, все, что мне пишут, в личку вопросы, как на Фейсбуке, это все не важно. Главное, это человек приходит к человеку, больше никого на Земле не существует. Спасибо же. И тебе спасибо огромное, потому что вот это действительно, это я не зря, как говорится, зашел, потому что я правильно, что я две недели, а вот если бы я согласился на интервью две недели назад, как ты меня просила, и ты еще не была в Испании, ты бы мне этот диск не привезла. Да, я его привезла в следующем. Так что правильно, что я тебя откладывал. Я надеюсь, что это наша встреча не последняя, потому что я уверена, что новые пачки вопросов посыпятся. Я уже, по-моему, на все ответил, на честное слово. Ну, посмотрим. Посмотрим. Спасибо тебе. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok